В 2020 году еще не получали зарплату врачи детской стоматологической клиники в Усть-Каменогорске. 60 дантистам задолжали больше 7 миллионов тенге. На защиту трудовых прав медработников стали собственные корреспонденты агентства ХАБАР в регионе. Ситуацией разбирался Вячеслав Едлугин. Ждите, сказали. Ждите, говорю, приезжайте. Обещаю. Такой ответ медработникам дает руководство медучреждения. 60 специалистов детской стоматологической клиники Усть-Каменогорска больше двух месяцев не получают зарплату. Но врачебный долг, вопреки всем финансовым проблемам, эти люди продолжают выполнять. В декабре мы получили последний раз, в январе мы не получили зарплату. Мы не знаем, с чем это связано. Потому что нам говорят, что министерство здравоохранения напрямую сейчас стоматологию не финансирует. В отраслевом профсоюзе врачам тоже не дают внятного ответа, говорят специалисты. В профсоюзную организацию обращались непосредственно к нам, но профсоюз бездействует. Никаких действий с их стороны не было предпринято вообще. Где деньги, знает главный врач клиники. Но выдать их своим сотрудникам он не может. Говорит, вся зарплата на счетах электронной платежной системы. И снять ее по техническим причинам пока невозможно. С первичной поликлиники поступает к нам. Мы будем уже собирать. Мы свои исполнители. Они уже электронные договора заключают с нами. Ежемесячно. Здесь виноватых нет. Это система, программа так. С подобным объяснением не согласны в облздраве. Представители управления здравоохранения обвиняют главврача стоматологической клиники в неправильном оформлении зарплатной ведомости. В платежную систему не попали эти услуги, потому что они были неправильно введены. Там была ошибка. То есть они до сих пор думали, что деньги идут напрямую. И поэтому зашифровали их как из гарантированного днем бесплатной медицинской помощи. А сегодня стоматологические услуги, они находятся в обязательном медицинском страховании. И это другой пакет и другое финансирование. Заработную плату врачам-стоматологам обещают выплатить в ближайшие три дня. Главных врачей медучреждений теперь ждет очередная проверка на компетентность в вопросе введения финансово-хозяйственной деятельности. Вячеслав Светлугин и Дмитрий Пыхтин. Усть-Каменогорск. Хабар-24.